Второй день эко-рейда решили посвятить Первомайскому району. Здесь функционируют 978 организаций различной формы собственности. Едем в частные. Столичная бокалейная на Гоголя. Фасад, признается комиссия, еще ничего. Заходим с тыла. На наших глазах сотрудница спешно убирает мусор, а мужчина в рабочей одежде объясняет, что и как здесь работает. Он тут главный. Уборку-то делаем постоянно. Это у нас понедельник, такой день, когда у нас после выходных арендаторы немного подбрасывают мусор. У нас 6000 квадратных метров складов, 1700 только здесь, 50 арендаторов. Я, завсклад и бюроохранника. Троем начинаем каждый день. Где-то, конечно, мы требуем просто арендаторов. Вы видите, как у нас? У нас везде число. Как бы там ни было, у нас везде и покос производится. Как признались представители администрации, здесь они бывают часто. Заставляют хозяев косить траву и приводить в порядок бордюры. Экологи настоятельно требуют делить отходы, а санитарные службы не захламляют территорию мусором. Там свалка небольшая, в принципе, есть строительных материалов. Но они собираются здесь строить в ближайшее время объект свой, поэтому оставляют этот стройматериал для строительных целей. Сегодня комиссия обошлась устными замечаниями. Едем дальше. По маршруту общество с ограниченной ответственностью румб. Вход закрыт, поэтому осмотр лишь снаружи. Первое, что бросается в глаза – нескошенная трава, мусор и еще одно грубое нарушение. На этом предприятии вторсырье складируют прямо на земле. А это явное нарушение санитарных норм. Переезжаем в Киселевичи. Здесь целый ряд частных застроек, гаражи и склады. Но к себе никто не пускает. К некоторым и вовсе близко подойти не получается. Все заросло травой. Природа не терпит пустоты. Градпромстрой. Куратор группы знакомит еще с одним объектом. Оба недостроя принадлежат Борисовской фирме. Здесь откровенно не до покосов. Собственника уже дважды привлекали к административной ответственности. Требовали закрыть оконные проемы. Их здесь только по первому этажу – 90. Дверной проем заколочен, а вот с оконными совершенно другая история. Поэтому проникнуть в недострой очень просто. А вот чем закончится визит в эти руины, никому неизвестно. И мы все хорошо помним Могилевскую трагедию с детьми. К счастью, в этой контрольной проверке были и положительные примеры. Транспортный цех «Бобруйск-Молоко», «Контакт-Бобруйск» приятно удивил и спасательный круг. Не так давно этому СТО вынесли несколько предписаний. Все исправили за сутки. Сегодня идеальный порядок и снаружи, и внутри. Территория убрана, мусор отсутствует, растительность подкошена. То есть, в принципе, порядок. Можно считать, как образцовое СТО. Рай Агропромэнерго стал финальной точкой трехчасовой проверки объектов. Предприятие банкрот. Сегодня антикризисный управляющий решает судьбу здания. А вот за территорию считает, что отвечать не должен. Пока без комментариев. На месте резюмируем увиденное. Самое типичное нарушение на данный момент выявляется – это непокошенная сорная растительность на территориях предприятий и на территориях, закрепленными для уборки. Наличие на территориях предприятий скопления твердых бытовых отходов, содержание контейнерных площадок и контейнеров для сбора мусора. Отсутствие раздельного сбора или организации сбора вообще отходов. И также имеют место и факты несанкционированного размещения отходов. На сегодняшний день мы расценим как чрезвычайную ситуацию и особое отношение к подобным нарушениям. К слову, по последнему пункту, за подобные нарушения юридическое лицо может заплатить до тысячи базовых. Проверки продолжатся до 19 сентября. Еще есть время навести порядок, не дожидаясь рекомендаций, протоколов или штрафов. Ангелина Дикун, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.